Здравствуйте! Подробный гайд для возможности читать оригинальный текст игры, если вас не устраивает русификатор или его попросту нету. Вариант по сравнению с другими экранами-переводчиками удобный и довольно не костыльный для игры и просмотра чего-либо с ним. Рассмотрим перевод с английского на примере игры Starfield и с японского на примере синего протокола. Приятного просмотра! Для начала необходимо скачать программу. Ссылку на инсталлятор можно найти в Телеграме. Программа называется Mort. Найти ее будет нетрудно. Не, ну а если что, в Телеге я выложил. Зайдем в настройки, чтобы у вас все работало корректно. И начнем пользоваться программой. General OCR меняем на Win OCR. Язык меняем на тот, который должен обрабатываться программой для перевода. Кому английский ставим английский, кому японский ставим японский. В настройках перевода выбираем Basis Google. Можете попробовать другой, но для нас Google более удобный вариант при работе с программой. Есть вариант взять Dipple. С ним перевод более быстрый и качественный. Присутствуют бесплатные и платные тарифы. Регистрация быстрая. Вторая вкладка – текст. Тут интуитивно понятно, но все-таки. Выбираем необходимый шрифт и размер для более лучшего восприятия. По моему опыту, размер шрифта в идеале ставится пропорционально размеру шрифта оригинальных слов в игре. Но главное, чтобы буквы не съезжали. Рекомендую размер от 13 до 17. Set Default Color сбрасывает настройки. Я так на всякий случай. Также присутствует отцентровка, растягивание, задний фон и вид списка пунктов. Назовем это так. Задний фон советую оставить. Он выделит переведенный текст, что поможет нам его прочесть. Поэкспериментируйте и посмотрите, какой вариант вам подойдет. В третьей вкладке тыкаем на эту кнопочку и выбираем программу для захвата области. Табличку можно свернуть, если закройте, то захват отключится. Галочки советую поставить, правую точно, левую на свое усмотрение. Дальше выбираем скорость обновления перевода. От самого быстрого до самого долгого. Для игр, где игры динамические, прекрасным вариантом будет Faster или Fast. Для игр в стиле StarRail, Genshin Impact, можно поставить Normal или дальше. В данных играх диалоги могут не автоматически меняться, а вручную переключаясь, поэтому и скорость обновления можно снизить. В расширенных настройках ставим настройки первой вкладки, как у меня, а остальные на свое усмотрение. К примеру, в третьей вкладке есть возможность настроить минимальный и максимальный размер шрифта. Перейдем к четвертой. Перевод. Вверху выбираем один из режимов показа перевода. Первый вариант открывает табличку, которую можно перенести, допустим, на отдельный экран или поставить рядом. Второй вариант является слоем с областью, в котором отображается перевод. Третий вариант Overlay переводит поверх текста. Нас интересует больше этот вариант. Далее. Выбираем язык, который будет читаться и какой путь переводиться. Тут логика такая. Слева программе говорим, какой язык она должна распознавать, а справа, какой она должна выдавать. Для перевода с японского ставим такие параметры. Чтоб ты понял логику, хочу тебе объяснить. Тут условия для гугл-переводчика и перечисленных далее. Тут условия задаем для Dipple. TTS это голосовой помощник. Он удобен, возможно, при переводе в режиме скриншота, но в режиме реального времени не советую. Браган, ты, М. Браган, ты, должно быть, шутишь. У Фронтир новый капитан. Убеждение. Осталось посмотреть только вкладку ИТИС. И закроем тему с настройкой. Ходкей, горячие клавиши. Включение и отключение автопереводчика. Удобно, когда нужно отключить его на время. Или ты построил схему, чтобы конкретно в нужный момент юзать перевод. Допустим, только в диалогах. Proofreading. Вычиска. Это вам не понадобится в быту. Quake OCR Area. Создаем одну постоянную область распознавания текста. Snuffshot. Скриншот. Делаем скриншот и переводим. Советую забиндить на мышке, чтобы переводить отдельные фразы вне зоны перевода. Once Translated. Ручной, разовый, перевод. Тоже удобный инструмент. При работе автоперевода переводчик постоянно обновляет текст. И он шатается время от времени. Программа как сканер работает, сканирует выделенную область. Я к тому, что двигающиеся объекты за текстом сбивают отсканированный текст. Поэтому вручную делаю скриншот, и у тебя статично работает перевод, без изменений. Я, конечно, показал тебе, как это работает, но лучше сами проверьте и поймите точно принцип работы. Hype Translation. Скрытый перевод. Я так и не понял, на что он влияет. Перевод не забрасывался, и никаких взаимодействий не было. Если кто-то распишет, как работает данный функционал, я добавлю в описание. Бонус. Если у вас все работает, но текст плохо распознается, то заходим во вкладку General. Видим раздел Image Adjust. Ставим галочку либо на Extract HACV, либо на Extract Threshold. Можно RGB. Принцип работы у всех примерно одинаковый. Тянем ползунок, чтобы четко был виден текст. Таким образом, мы настраиваем порог срабатывания программы для более четкого распознавания текста. У HSV и RGB мы подгоняем параметры для того же результата. Тут у каждого индивидуально, главное, чтобы текст был четко виден. Так программе проще его распознать. Теперь посмотрим, как это работает на деле. Игру мы захватили. Что надо делать дальше? Клацаем по кнопочке Search. Кнопка Add OCR Area. Добавляет дополнительную область для сканирования текста. Клацаем. Выделяем необходимую нам область. Допустим, диалоги. Какую-нибудь еще, которая вам нужна. Все, которые вам нужны. Потому что, если что, скриншоты можно отдельно со скринить, перевести. Но те зоны, которые нужны вам для постоянного перевода, их нужно выделить. Я надеюсь, понятно и понятно объяснил. Желтую рамку вокруг игры никак не убрать. Если вы стримите, то можете захватить игру и не будет ее видно. Либо сами чуть-чуть отрядачите там сверху, снизу, слева, справа. Ну, обрежьте, короче. И все будет идеально. Никто ничего не заметит. Всем спасибо за просмотр. Кто подписался, подписался. Молодец. Кто не подписался, посмотрел, сделал свои дела, пошел по своим делам. Твич канал в его описании. И это маленькая моя реклама для самого себя. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok